Добрый день, ребята! Начинаем урок русского языка. Откройте тетради, запишите тему урока. Сила слова. Сегодня на уроке ты сможешь понимать основную информацию сплошных и несплошных текстов, определять их тему, определять основную мысль на основе содержания и композиции, а также будешь пересказывать содержание текстов, используя эмоционально окрашенные слова. Продолжение следует... Но прежде чем перейти к самому уроку, я хочу предложить тебе несколько вопросов. Это своеобразная разминка. Итак, отвечать надо быстро, не задумываясь, тем более, что вопросы достаточно простые. Итак, сообрази и ответь. За сколькими зайцами нельзя угнаться? Какая нога собаки ни к чему? Золотое колесо в синем небе – это... Сколько букв в русском алфавите? Какой сегодня день недели? Я думаю, что ты успел ответить быстро и правильно, но вопрос в другом. А как ты думаешь, почему я задала именно такие вопросы? Из чего состоят и вопросы, и ответы? Объединены ли все эти вопросы какой-то общей мыслью? Чтобы помочь тебе, я хочу сказать, что вопросы эти не связаны друг с другом, но они содержат в своих ответах обыкновенные слова. Вот поэтому сегодня мы и будем говорить о том, какова сила слова, в чём сила слова заключается, какие слова мы говорим, какие слова мы хотим слышать сами, как мы вообще умеем общаться. Вот об этом, обо всём сегодня пойдёт на уроке речь. Итак, запиши эпиграф. Это слова великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. Слово – дело великое. Великое потому, что словом можно соединить людей, словом можно и разъединить их. Словом можно служить любви. Словом же можно служить вражде и ненависти. Берегись такого слова, которое разъединяет людей. Запиши внимательно эти слова. Можно выделить эти слова другим цветом. Ещё раз прочитай эти слова и подумай, как эти слова можно применить к нашей жизни. В чём смысл этих слов? О чём писатель предостерегает всех нас? А теперь поработаем с упражнением. Открой упражнение номер 6. Первое задание под буквой А. Для этого тебе нужно будет прочитать текст, опять подумать, о чём этот текст. Под буквой В. Ты должен подумать, какова тема и основная мысль этого текста. Причём, если ты внимательно посмотришь, ты увидишь, что в этом упражнении есть выделенные слова. Ты должен обратить на них внимание и определить, какими частями речи являются выделенные слова. Здесь приводится правило об имени существительном. Ты должен вспомнить, какая часть речи называется именем существительным. Вспомни ещё один момент. Что называется сплошным текстом? А что такое несплошной текст? Сплошной текст – это текст, отрывок, взятый из художественного текста, например. Несплошной текст – это, например, текст какого-то объявления или какая-то рекламная надпись. Конечно, ты понимаешь, что эти тексты отличаются между собой. И вот после того, как ты вспомнишь это, перейди к выполнению упражнения номер 10, в котором как раз тебе даны примеры объявлений. Попробуй самостоятельно написать объявления об открытии языковых курсов. Для работы ты можешь использовать материалы упражнения 11А. Здесь даны очень хорошие иллюстрации, которые могут помочь тебе при составлении этого объявления. Подводя итог нашему уроку, пожалуйста, прочитай свое объявление вслух и подумай, может ли случайный прохожий заинтересоваться твоим объявлением, все ли ты указал в нем правильно. Если ты заметил недочет в тексте, исправь его. Если ты написал объявление с соблюдением всех норм, ты справился с работой. Поздравляю тебя! Работая самостоятельно, открой страницу 9-10 в учебнике. Обрати внимание на все правила, которые расположены на этих страницах. Обязательно выучи их. При письменном задании поработай с упражнением 8. Я желаю тебе успеха! Спасибо за внимание! Если у тебя возникли вопросы, можешь задать их в группу в WhatsApp. Продолжение следует...